Трудовые вопросы, социальные выплаты. Такие обращения преобладали во время правового приема жителей Барановича 19 сентября. Студенты Барановичского госуниверситета получили электронный студенческий билет, совмещенный с банковской платежной картой. Чем ближе финиш, тем интереснее становится борьба на каждом этапе Кубка ДТБ по Джимхане, проводимой в рамках республиканской акции «Спортсмены за безопасность дорожного движения». 21 сентября в Барановичах состоялся шестой этап на паркинге у Ледового дворца. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». Трудовые вопросы, социальные выплаты. Такие обращения преобладали во время правового приема жителей Барановича 19 сентября. За юридической консультацией главному правовому инспектору труда Брестского обкома, профессионального союза работников образования и науки Анатолию Петручику обратились 4 человека. По решению Федерации профсоюзов ежемесячно в каждом областном районном центре проводится профсоюзный прием. Только за первое полугодие 2019 года профсоюзными юристами было принято более 2000 человек. Были даны разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников было подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 процессуальных документов судебные органы. 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов за 6 месяцев работникам возвращено более 900 тысяч рублей, незаконно удержанных или невыплаченных сумм. В Барановичах 19 сентября заявителей выслушал главный правовой инспектор труда Брестского обкома профессионального союза работников образования и науки Анатолий Петручик. Придя на профсоюзный прием, человек получает бесплатную юридическую консультацию. Также, если у него есть проблемы, например, с нанимателем, это требует решения судебных споров, либо обращения госорганов согласно уставу отраслевого профсоюза и выданной нами доверенности, мы имеем право представлять его интерес в суде и иных государственных органах. Да, судебная работа это тяжелая работа, это связано с определенным конфликтом. И вот первая задача профсоюза, почему к нам приходит эту конфликтную ситуацию, либо спорную ситуацию, потому что есть конфликтные и спорные, решить на месте, разрешить ее и не доводить до судебных дел. Если уже есть судебное дело, судебная спора, то мы будем оказывать содействие на всех этапах. За помощью обратились 4 человека. По вопросам разрешения коллективных трудовых споров, порядка заключения контракта с временным сотрудником, предоставление социального отпуска в связи со смертью близкого родственника, изменение существенных условий занятости при увеличении заработной платы. Анатолий Петручек дал обстоятельные разъяснения по каждой поднятой теме и необходимые рекомендации по реализации своих трудовых прав. К слову, с ноября 2017 года во время правовых приемов профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. В рамках соглашения, подписанного между Генеральной прокуратурой и Федерацией профсоюзов Беларуси, на наши профсоюзные приемы всегда приходит представитель нашей Баранежской мезорайонной прокуратуры. Конечно, это помогает более быстрому, качественному и объективному решению всех вопросов. И в рамках данного соглашения, конечно, многие люди обращаются с вопросами, с просьбами, с помощью не только в рамках трудового законодательства, но и решения каких-то личных вопросов. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении. В связи с зарегистрированным ростом производственного травматизма за 2018 год, решением коллеги прокуратуры Брестской области за 2018 год было поручено прокуратурам области активизировать правовые приемы трудящихся, в том числе в рамках взаимодействия с профсоюзными организациями. В связи с чем Бараночская межрайонная прокуратура осуществляет постоянное взаимодействие с профсоюзом в данной сфере. Напомним, такую форму работы профсоюзные правовые инспекторы практикуют с марта 2015 года. Центр избирком рекомендует участки для голосования на выборах размещать на первых этажах. Речь об этом шла сегодня на заседании ЦИК, где обсуждался вопрос о создании условий для участия в выборах депутатов Палаты представителей людей с ограниченными возможностями. Так, на входах в здание и помещение должны быть пандусы. На участках будут создаваться специальные места для голосования инвалидов-колясочников. Слабовидящие граждане смогут воспользоваться лупами и трафаретами. Местные власти и избирательные комиссии обеспечат дежурство волонтеров, которые будут помогать избирателям с ограниченными физическими возможностями и пожилым людям. Студенты Барановичского госуниверситета получили электронный студенческий билет, совмещенный с банковской платежной картой. Современный документ позволит пройти в корпус вуза, общежития, пользоваться библиотекой, а также получать стипендию, проводить безналичные расчеты, в том числе и в мобильном банкинге. Студентам Барановичского госуниверситета больше не нужно носить с собой десяток пластиковых карт. Теперь удостоверение личности и средства платежа одно целое. А это значит, молодым людям не придется задерживать очередь у кассы в поисках нужного документа. В торжественной обстановке первыми новые студбилеты получили юноши и девушки, обучающиеся по специальности дошкольное образование. Их вручил директор филиала «Беларусьбанка» Андрей Новицкий. Символический студенческий билет также был выдан ректору Барбу Василию Кочурко. По словам директора филиала, картой можно расплачиваться за рубежом, получать специальную скидку для студентов в организациях-партнерах или оплачивать покупки на сайте Алиэкспресса и возвращать 5% потраченных денег. А также получать кэшбэк при оплате билетов на поезда белорусской железной дороги. Усовершенствованный пластик – это мобильность и комфорт. С помощью документа можно не только проводить безналичные операции, но и использовать его как доступ в учебное заведение, библиотеку, общежитие. На него же начисляется стипендия. К слову, Баргу – первый в области и один из немногих вузов Белоруссии, который внедрил суперсовременные студенческие, которыми можно пользоваться круглосуточно, в том числе и через интернет-банкинги и мобильный банкинг. Все это воспитывает в ребятах финансовую грамотность и существенно экономит время. К сведению, студенческими нового образца будут обеспечены все первокурсники, а при желании – студенты вторых-пятых курсов. В Брестской области отопительный сезон стартует 25 сентября. С этого дня подача тепла начнется в объекты социальной сферы. Председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис сегодня поручил начать в регионе отопительный сезон. Готовится соответствующее распоряжение. Аналогичное решение примут городские и районные сполкомы. Пока отопление включат в режиме протапливания в объектах социальной сферы – лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, детских садах и школах, учреждениях соцобеспечения. Когда среднесуточная температура в течение пяти дней составит плюс 8 градусов и ниже, тепло придет и в дома, гостиницы, общежития, учебные заведения. Затем батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях и на предприятиях. В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 2 октября. Чем ближе финиш, тем интереснее становится борьба на каждом этапе Кубка АДТБА и Паджимхане, проводимой в рамках республиканской акции «Спортсмены за безопасность дорожного движения». 21 сентября в Барановичах состоялся шестой этап на паркинге у Ледого дворца. Участие в первенстве приняли 16 спортсменов, профессионалов и любителей из всех уголков Беларуси. Соревнования Паджимхане в этом году проходят в новом формате и бьют рекорды по посещаемости. Участники преодолели почти 3000 километров, переезжая из одного города в другой. Автомобильный марафон длительностью в полтора месяца традиционно в последние годы начинается в Могилеве, а заканчивается в столице. Организатор акции – редакция газеты «Автодайджест». Весь покрышек спортивных авто и запах паленой резины. 21 сентября площадка у Ледого дворца превратилась в гоночную трассу, на которой прошли соревнования по Джимхане. Для Беларуси это относительно новый вид спорта. Задача пилотов – пройти маршрут за минимальное время на максимальной скорости, объезжая фишки и бочки. Участок довольно сложный, извилистый, без разворота. Вплоть до 360 градусов не обходится ни одно первенство. В Барановичах понаблюдать за мастерами руля собралось достойное количество зрителей, которых не смутил моросящий дождь. Это шестой из семи запланированных этапов Кубка АДТ Бай по Джимхане. Он прошел в рамках республиканской акции «Спортсмены за безопасность дорожного движения». В соревнованиях приняли участие две зачетные группы – Р1 – топ-пилоты 2018 года и Р2 – пилоты, не попавшие в топ и любители. Уже известен заранее победитель Кубка АДТ Бай по Джимхане – это Александр Цедрик в классе Р1. Второе место, скорее всего, займет его брат Евгений. И команда Накаяма Тим таким образом станет победителем этого Кубка по Джимхане. А вот за третью позицию сейчас борется Витеблянин, Алексей Шиндюков и Дмитрий Баркан. Дмитрий Баркан на пару очков переезжает, но сегодня он не прибыл по техническим проблемам с автомобилем на соревнованиях. А Шиндюков имеет сегодня шанс интеграции и зайти на третье место. В классе Р2 уверенно лидирует, не проиграл пока ни одного этапа представитель города Солигорска. Это Владимир Ковтик. Безопасность движения контролировали сотрудники госавтоинспекции. Инспекторы провели профилактические мероприятия со зрителями, в том числе конкурсы для детей. Никто не ушел без подарков. В очередной раз госавтоинспекция города Барановичи совместно со спортсменами различных городов Беларуси проводит профилактическую акцию «Спортсмены за безопасность». Целью данной акции – недопущение ДТП на дорогах нашей республики. 28 сентября Минск примет финал республиканской акции «Спортсмены за безопасность дорожного движения» и кубок АДТБА по Джимхане. Заезд приурочен ко дню машиностроителя. Вращение, скольжение вокруг бочек и тракторов станут новой вехой в истории белорусской Джимханы. Мне даже приятно, наверное, сообщить, анонсировать такую вещь, что в этом году впервые, видимо, на финале за руль сядет сам начальник ГАИ республики Дмитрий Корзюк. Во всяком случае, предварительный договор у нас был, мы в среду с ним встречаемся. И, ну, он хотел бы уточнить моменты. Я знаю, он ездит, опытный человек. И надеемся, что на финале в Минске у МТЗ он тоже как бы покажет свой уровень. Начало этапа в столице в 13 часов. Недели Германии с 24 сентября по 31 октября пройдут в Беларуси, сообщили в посольстве ФРГ в Минске. Немецкая депмиссия приглашает всех, кто хочет познакомиться с культурой, языком и обществом этой страны, посетить многочисленные мероприятия в 12 городах республики. В Барановичах запланированы увлекательные творческие акции. Они развернутся в Центральной библиотеке имени Валентина Тавлая. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok